В своем интервью после произвольной программы Саша Трусова сказала, что собирается учить в межсезонье тройной аксель, так как она понимает, что четверные, к сожалению, по правилам ISU, во взрослой короткой программе не разрешено прыгать. Вот такая ублюдская несправедливость, тройные акселя можно, а четверные нет. Строение тела у Саши больше напоминает мезоморфа, вообще тело у нее прям как пластилин. Как я уже говорил, для тройного акселя нужны мощные ноги, мощные не в плане мышц, какие безусловно есть у Саши, а мощные в плане самих бедер, самой вот этой части, которая отвечает за толчок, именно толчок на тройной аксель. Однако все-таки учитывая, что у Саши строение тела такое достаточно уникальное, надежды на то, что она будет тройной аксель все-таки и сохраняются. И в том, что ей мышцы эти помогут, и в том, что она увеличит скорость крутки на конкретно акселя. Будем надеяться, что Саша и Алена выучат тройной аксель, потому что в следующем сезоне, представляете, то есть Саша Трусова, который прыгает четверные, будет заранее уступать автоматам в короткой программе тем, кто будет прыгать тройной аксель. Ну, у нас пока такая одна, да, еще есть юниорка из США, но тем не менее. То есть это плюс 5, плюс 6 баллов разница уже будет по короткой программе в пользу Кихиры относительно Саши. И в этом вот эта вся несправедливость. А Саша могла бы четверной лут спрыгнуть, и тогда никакой тройной аксель вообще не спасет. Какой идиот и придурок эти правила писал, непонятно. Специально учитывая тройной аксель, но про четверные нет. Хотя и до этого кто там прыгал? Только японки. Последняя мала сада была. Под нее, что ли, именно затачивалось это? Ну, а у нас Саша Трусова появилась. Под нее бы теперь затачивали короткую. Ну, нет, конечно, никто не будет этого делать. Все сейчас задачи, наоборот, брошены на то, чтобы остановить наших фигуристок. Так что шансы есть на тройную аксель у Саши. Это будет сложно с таким телосложением именно для акселя. Но будем надеяться, что она справится с этим. Иначе это просто будет реально беспредел.